главное в трофчасти это разместить его в коллакс до того как вы его загрузите потому что когда он будет загружен вы его физически уже не поднимите в одиночку или он будет разламывается когда вы его будете потому что он сам по себе весит 10 кило плюс все это загрузить это под 30 килограмм коробочка будет так что я разместил в начале и теперь будем загружать большой всем привет сегодня расскажу об одном из самых интересных аксессуаров для настольных игр точнее для одной настольной игры это своего рода коробка для коробок многие знают что для меня одна из любимых настольных игр это too many bonds и вот эту большую коробку квадратную я ждал больше чем полгода я заказал ее еще в октябре но она все не приходила не приходила пришла только в июне да у них фирма маленькая работают медленно с этой коробкой у производителя не задалось наверное самого начала они ее придумали когда количество коробок к игре to many bonds превысило десяток пришла идея сделать один такой большой бокс куда можно разместить в удобном варианте все дополнения все фишки все что выпущено было для to many bonds и идея это хорошая задумали ее на каком-то очередном кикстартере и этот чест этот сундук был спроектирован специально под ячейку коллакса для того чтобы разместить вот в одну ячейку вот этот сундук и все всех коробки туда разместить была цена на него 75 долларов и хотел сказать всего но на самом деле это не всего но на фоне того что получилось это уже всего и те кто заказали на кикстартере очень сильно выиграли потому что когда собрали деньги на этого дополнения производитель начали думать как его сделать и оказалось что в производстве она получилось дороже чем они собрали денег на кикстартере в результате сундук все-таки вышел до сейчас он продается уже не за 70 за 100 с лишним долларов плюс столько же доставка то есть по цене совершенно неадекватной но аксессуары интересные по крайней мере посмотреть на него будет любопытно я думаю так вот кроме того они часто бились при пересылке потому что довольно сложная конструкция квадратная так далее в общем не задалось с этим аксессуаром насколько я знаю сейчас его в продаже нет будут ли еще допечатывать доделать я не знаю но тем не менее все фанаты уже им обзавелись это коробка для коробок как она устроена вы видите это большой большой такой куб в котором есть магнитные коробочки чтобы красота была и открывалась удобно в комплекте есть вот такой здоровенный медный очень тяжелый классный магнит и и каждый из ячеек этого сундука открывается с помощью вот этого магнита то есть получается одна ручка на все отделения отделение несколько верхнее отделение для ну вот то что сейчас показываю на экране это то куда располагаются все кубики гирлока то есть это в общем-то кейс гирлок он не сильно удобнее чем те которые комплектные но все равно лучше потому что и чипы и все кубики здесь в таком очень удобном порядке когда вы играете вы просто вынули вот этот кейс и у вас гирлок уже готов для работы и так вот средняя самая большая ячейка это под всех под всех гирлоков верхняя ячейка под все справочные листы под все бумажки под правила то есть она сама узенькая туда можно накидать все что относится именно к такому справочному материалу тут же есть в самом комплект на это наклейки то есть здесь можно будет нужно будет очень много клеить а сейчас уже я собрал этот часто я уже собрал его за и загрузила заняло это у меня в общем-то полдня и сами наклейки и распасовка всего из обычных коробок в общем было увлекательно и посмотрел пару пару передач на ю тубе пока все это сделал но сделал и так есть руководство расписано где что расположено какая какая часть сундука по что все понятно можно все наклеить за боку будем да сбоку у нас две коробки для тиранов тиранов огромное количество со всеми дополнения методов только в базе их 7 потом вандертон еще сколько-то в сплайс эндайс сколько-то в общем их накопилось приличное больше десятка и поэтому две коробочки со специальными кейсами для тиранов у нас вот здесь сбоку кейсики очень удобные то есть там есть место для фишек относящиеся к этому тирану для карт и для кубиков в общем все продумано еще один большой кейс это под неопреновые коврики и очень классно при задумка вот эти вот штучки которые они сразу понял для чего нужны пришлось даже лезть на бургейм геки и смотреть для чего вот эти вот пластиковые вставочки них чуть позже это разделители для чипов то есть бывает разделитель для карт которые тоже в комплекте есть вот это кстати true chest кейс я так и не понял для чего так вот вот эти разделители а там сверху есть такие две кружочки куда клеится наклейка какой тип чипа и какой тип баника врага и уже потом вот эти пластиковые штучки вы вставляете между чипами и и очень легко сейчас набирать будет врагов с помощью вот этого улучшения то есть вы берете сразу стопочку и уже готовы к игре не надо перебирать перед каждой игрой большое количество чипов в нижних хранятся кубики ну и сами чипы даже есть вот такой странный кейсик который позволяет играть с большим удобством и сэкономия места то есть в этом вот этот кейс вставляются все карты которые вы играете то есть true лут и так далее встречи энкаунтеры и true food 3 как раз емкость в общем то все у нас все что надо есть я смотрю как устроено вот это место она выглядит если честно немножко хлипким для такого сложного но но в общем то довольно крепкая сама основа вот этого сундука это что-то среднее между картоном и деревом а коробки из плотного толстого притолстого картона надеюсь это все не развалится вот большим весом да я проверяю еще если что-нибудь интересное в порядке и нахожу секрет подарок от 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 разработчиков конечно же надо что-то было интересное вложить здесь у нас в труф луте вернее в сундуке с лутом хранятся догадайтесь что тоже лут два вида лута я случайно заспойлерил потому что не понял какой стороной смотреть это один ценный лут и один обычный лут который связан именно с сундуком но это добавляется просто к колоде лута причем сложный лут как-то так сложно открывается то есть не знаю как надо наверное будет смотреть не все же эти буковки проходить в общем вот такой вот аксессуар вот такой сундучок а что я могу сказать я конечно очень доволен таким приобретением во первых потому что она освободила мне целых целую полку да ну заняло ячейку в колоксе но она освободила большую полку где хранились все все дополнения для от ума не бонз сейчас я вот показывают в этом месте у меня будет стоять трофчаст и получается он занял эту полку но освободил гораздо примерно две полки экономия на лицо то есть можно не только продавать и лишнее чтобы освобождать полки можно наоборот что-то купите при этом освободить полки именно этим для меня в основном ценен этот сундучок про функциональность я наверное пока не скажу мне кажется чисто визуально очень классная функциональность то есть ты не ровешься в разных коробках ты просто открываешь нужно берешь то что хочешь играешь и разумеется в ближайшее время я это потестю и я сыграю что-то в какое-то приключение с своим любимым тум моим босс своем дайл ори в котором я уже давно давно не был два месяца не играл в эту игру давно пора мог смотрите какая какое количество коробок под под потолок все это помещается теперь в один один сундук и это конечно основной плюс этого аксессуара все остальное это ужасно и конечно минус этой цена и сложность доставки и недоступность продажи и в общем-то довольно хлипкая конструкция а на этой быстрой загрузки я заканчиваю и до встречи в мире дайлора в которой мы обязательно погрузимся в честь этого приобретения а 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 ах а а Продолжение следует...